Движая информация о ситуации с коронавирусом в России и в Краснодарском крае. Согласно данным, на четверг, 14 мая, общее количество зараженных этой болезнью в России превысило 252 тысячи человек. Более 53 тысяч полностью выздоровели. За день подтверждено около 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Президент России Владимир Путин объявил, что единый период нерабочих дней завершается 12 мая. Глава государства также сообщил, что принят новый пакет мер по поддержке населения и бизнеса. Борьба с эпидемией продолжается. Выход или смягчение режимов ограничения должны проходить при строгом соблюдении всех условий санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей. Решения о поэтапном снятии ограничений должны принимать непосредственно в регионах с учетом складывающейся эпид-обстановки. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев озвучил план первого этапа выхода Кубани из режима самоизоляции. С 23 мая режим карантина внутри муниципалитетов прекращается, но в крае он сохранится и будет распространяться на межмуниципальное сообщение и въезд на Кубань. В городах и районах пропуска будут не нужны. Общественный транспорт вернется к обычному режиму работы. Но при этом запрет на передвижение между муниципалитетами будет действовать по красным пропускам. Масочный режим будет сохранен и после 23 мая. С 12 мая заработали все предприятия сельскохозяйственного комплекса промышленности и связи. С 23 мая возобновят работу автосалоны, магазины стройматериалов, магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров и организации, предоставляющие бытовые услуги при условии выполнения всех санитарных норм. За последние сутки в Краснодарском крае подтвердилось 97 случаев заболевания. Коронавирус диагностирован у 46 мужчин и 51 женщины. Возраст пациентов от 3 до 84 лет. 25 зафиксировано в краевом центре, 9 в Сочи. По 7 человек выявлено в Крымском и Мостовском районах, по 5 в Армавире, Ейском и Лобинском муниципалитетах. По 4 человека подтверждено в Славянском, Обширонском и Тихорецком районах. Общее число заболевших в крае составляет 2319 человек. Из них 124 ребенка. Всего 858 пациентов выписаны с выздоровлением. В том числе 117 человек за последние сутки. 24 пациента умерло. 33 человека находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.